Я Тимченко Александр Иванович, родился, крестился и жил все время в городе Днепропетровске, сейчас Днепр. Отец мой профессиональный пожарный, окончил Свердловское пожарно-техническое училище в 1954 году. Вот, то есть, как бы пожарное дело для меня всегда было известно с самого-самого детства, если брать уже так серьезно, то, наверное, вот как отца назначили начальником третьей пожарной части города Днепропетровска, то там, вот мы же жили все вместе, и я все вот это видел, и оно в меня впитывалось, ну, как в губку. И когда подошел мой черед выбрать профессию, наверное, у меня не было никаких шансов выбрать чего-то другое, хотя предлагали стать и музыкантом, и каким-то другим человеком, но, наверное, все-таки вот это было уже заложено во мне, и я не стал искать чего-то другого и сопротивляться даже. Поэтому пошел в училище с радостью, и я там учился с достаточно высоким энтузиазмом, ну, и, слава Богу, окончил его. И получил назначение начальником караула. Я вот думаю, самые большие кайфовые вещи были именно там. А может быть и нет, потому что дальше тоже кайф был. Был он и заместителем начальника 25-й части в городе Днепропетровске. Наверное, тоже было интересно, потому что, ну, все это было интересно. Ну, наверное, вот такие самые, конечно, завыпоминающиеся и животрепещущие вещи были, конечно, в штабе пожаротушения. А кем ты там был? Я там был руководитель РТП, ДСПТ, УГПУ, УМВД. Ну, теперь для... Такая длинная аббревиатура. А короче? Короче говоря, был помощник начальника штаба. Вот. Ну, оно, вот вся эта аббревиатура, она выкладывается в какие-то интересные такие названия. Но, тем не менее, это все, наверное, можно опустить. Это тяжелая физическая работа на пожаре. Начиная от того, что ты проводишь разведку и заканчивая тем, что ты иногда просто тупо тягаешь рукава. Значит, тягаешь людей на себе, своих же сослуживцев. То есть, как бы так, все зависит от того, насколько тяжелая обстановка. Ну, вот. А дальше? А дальше замначальника штаба пожаротушения. Ничем это не изменило, так сказать, тяжести работы. Но внесло некий такой, как бы сказать, некий такой, я бы не сказал даже прорыв. Но что-то такое внесло, что заставило думать немножко по-другому. Не только за себя, а думать еще за тех, которые идут за тобой. Потому что, когда ты был, допустим, помощником начальника штаба, у тебя был еще впереди руководитель. Который тебе объяснял, что надо делать. Или давал задачу, которую ты знал, как сделать. А когда ты уже сам стал таковым, то за тобой было решение. И ты принимал эти решения, и ты потом за них отвечал. И перед людьми, и перед совестью. И если у тебя, не дай бог, случалась какая-то травма или что-то, то твоя совесть тебя потом загрызала до смерти. Ну, слава богу, со мной, конечно... В общем, тут как-то вот не задалось. А дальше? А дальше, ну, по ленности своей пришлось уволиться. Потому что ленность привела к тому, что однажды не одел противогаз. Просто-напросто не одел противогаз. Из-за этого повредил почки. И потом пришлось уволиться. Ну, подлечился, конечно. По здоровью, да? Да, по здоровью уволиться. Ну, тем не менее, я ничего лучше не знал, чем пожарное дело. Поэтому этим занимался. И дальше, вот, уже 22 года... Ты на пенсии, да? На пенсии. И занимаюсь пожарным делом. В торгово-промышленной группе «Рейнфорд» был инженером по пожарной безопасности. Вот. Я думаю, что мне не стыдно смотреть в глаза ни друзьям, ни соотечественникам. Построили достойные объекты. Допустим, пять материков, которые вот существуют на Украине. Это торговые... Торгово-развлекательные комплексы. Материк называется. Материк, да. Значит, мне абсолютно не стыдно за это. Я даже горжусь этим. Потому что, ну, допустим, материк Днепропетровский на Гагарина. Это юридический адрес Марии Кюри 5. Я консультировал, значит, известного архитектора группы «Дольник» и компания. Свережева Татьяна Александровна. Очень хороший архитектор. Под ее руководством спроектированы серьезные объекты, которые вот заслуживают всяческого внимания и являются украшением города. Участвовал в проектах по реконструкции, допустим, того же дома торговли. Ну, к сожалению, к сожалению, глубокому неудачный проект, потому что он не был реализован. Хотя вот сам, по сути, в своих проектах был достойным. Ну, это из-за кризиса 2008 года. Да, это вот именно кризис 2008, 2009, 2010 года привел к тому, что торгово-промышленная группа начала распадаться. И финансов на реализацию проекта просто не хватало. Вот. Ну, что еще из таких... Ну, и сейчас чем? Сейчас, вот я 8 лет уже работаю в системе Днепровоблэнерго, вот, и последний год, вот, работаю конкретно Днепровские энерготычные послуги. Это серьезная компания, которая снабжает электроэнергией потребителей Днепропетровской области. И кем ты тут? Я занимаюсь пожарной безопасностью, охраной, труда, гражданской защитой и воинским учетом. Ну, то есть, все вещи мне достаточно известны. То есть, каждый из элементов, ну, кроме, конечно, воинского учета, тут я не буду врать. Тут мне спасибо, помогают мои коллеги по Днепровским электрическим сетям. Вот. Все остальные вещи достаточно мне известны. Все это мы когда-то изучали, вот, в какой-то части. То есть, ну, как бы, чем могу, помогаю компании для того, чтобы она существовала на правильных засадах, вот, имела, как бы, уважаемый статус. Ну, как-то так вот это вот называется. Да, теперь пожелай нашим молодым пожарным. Что ты можешь пожелать нашим молодым пожарным? Думаю так. Конечно, да. Конечно. Ну, первое, что я хочу пожелать тем, которые взялись за вот это серьезное, очень серьезное, и, я не побоюсь этого слова, тяжелое и благородное дело. Тяжелое и благородное, значит, чтобы первонаперво они учились, учились серьезно и наполеглого, хорошее украинское слово наполеглого. Во-первых, потому что сегодня, может быть, ты эти знания никак не понимаешь, как их применить, а завтра, когда у тебя придет мудрость в голову, ты с удивлением обнаружишь, что эти знания тебе более чем необходимы. Я это вот с сегодняшнего дня оцениваю именно так. Когда-то меня этому всему научили, я сегодня понимаю, что это применимо, и не просто применимо, а необходимо, и надо людям это объяснять и рассказывать. Вот это вот первое такое пожелание. Второе, чтобы, конечно, они соблюдали свои физические кондиции. Физические кондиции в этом деле это, ну, одно из очень-очень важных вещей, которые, как бы, должны сопровождать эту работу. А что такое физические кондиции в твоем? Физические кондиции, это, во-первых, во-первых, это умение выполнять вот те самые простейшие упражнения и вещи, которые должен уметь выполнять спасатель. Ну, допустим, допустим, движение по той же лестнице, допустим, движение по поверхности, бег. Ну, бег, да. Допустим, подъем тяжести или там каких-то других вещей, физические нагрузки. Это все крайне необходимо. Если ты этого не можешь делать, ты в оперативной работе просто бесполезен. Мозги, это замечательно. Мозги, которые сопровождаются физическими возможностями, это хорошо. А если эти физические возможности доведены до совершенства, это круто. Крутой спасатель, крутой спасатель, это тот, который дружит с мозгами и имеет все физические кондиции для того, чтобы выполнить поставленную задачу. А задачу ставит жизнь, задачу ставит ситуация. Ну, вот примерно так. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok